Оба с вами мы изучаем тему о том, как вести жизнь со сознанием духовного аспекта. Это прекрасное приглашение. Мы вполне осознаем, что у нас есть тела, эмоции, мысли, но мы очень часто убавляем звук или ограничиваем свое осознание духовных вещей. Поступая так, мы теряем всю полноту жизни. Духовные вещи столь же реальны, как моя рука или экран, на который вы смотрите. Бог есть Дух, и мы учимся общаться с Ним через свое осознание духовных вещей. Приведу вам одну мысль. Хорошие люди могут совершать хорошие поступки, всеми силами стремясь почитать Господа и служить Ему. Но нам все равно нужна помощь Бога. Мы не просто так оказываемся там, где начинаем взывать к Богу о помощи. Мы поступили неправильно или намеренно выбрали то, что было неугодно Богу. Когда я стараюсь всеми силами почтить Господа, чтобы ответить на Его приглашение в своей жизни, зачастую именно тогда я больше всего нуждаюсь в Божьей помощи. Осознание духовного нужно не только для того, чтобы противостоять чему-то нечестивому. Это осознание того, как пригласить Дух Бога в свою жизнь, чтобы получить Божий результат, а не просто результат. Я хочу, чтобы в моей жизни были результаты, которые превосходят мой интеллект, эмоции и опыт. На этих выходных хочу рассмотреть два поля сражения. Освобождение, то есть духовную свободу и исцеление. Есть духовные силы, которые влияют на эти конкретные сферы нашей жизни. Духовное влияние оказывается не только на эти сферы, но это хорошая стартовая точка для нашего обсуждения. Начнем с Евангелия от Марка, первой главы, где Иисус находится в синагоге Капернаума. В синагоге их был человек, одержимый Духом Нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда Дух Нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Интригующее начало, Евангелие от Марка, самая первая глава. Иисус находится в синагоге вместе с людьми Божьего Завета, потомками Авраама, Исаака, Иакова, и избранным Божиим народом. Его окружают не язычники, нечестивцы или безбожники. В синагоге собрался избранный Божий народ. Иисус находится не в баре или в стрип-клубе. Он не играет в азартные игры, не делает ничего аморального. Он находится в синагоге в субботу с Божьим народом. Там же был человек, одержимый нечистым Духом. Мне кажется интересным, что нечистый Дух знает, кто такой Иисус. Иисус еще не набрал себе учеников, он еще не совершал чудес на людях, не исцелял и не воскрешал из мертвых. Иисус, в общем-то, еще никому не известен. Раввины в синагоге не знали, кто такой Иисус. Если бы вы собрали в одном помещении людей, которые на тот момент знали, кто такой Иисус, то все они легко поместились бы в маленькой комнате. Знала Мария, Иосиф, его братья. На этом список исчерпан. Однако в этом диалоге Дух говорит «Я знаю, кто ты такой». Вы можете себе представить, что вас окружает множество духовных сил, которые знают об этом мире больше, чем вы? В этой истории все было именно так. Мы говорим об осознании духовного. И суть не в том, чтобы быть самым умным или самым информированным. Это значит понимать, что происходит в мире вокруг вас. Следующий отрывок дает основу понимания свободы. Вторая глава к Колоссинам. В этом году мы сфокусировались на том, как жить посредством креста. И что это означает. И вот во второй главе сказано, что Иисус отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Хочу сказать, что сила Бога принесет в вашу жизнь свободу от любого нечистого, не святого, незаконного духовного вмешательства. Не потому, что вы симпатичны или хорошо образованы, или по причине вашего интеллекта, роста, веса, формы глаз. Все это благодаря тому, кто мы есть во Христе, победе, которую Иисус одержал на кресте под Иерусалимом. Не потому, что мы ходим в правильную церковь или читаем правильный перевод. Смысл Писания состоит в том, что цель духовных сил, которые действуют в мире, снизить или испортить качество вашей жизни, эмоциональной или интеллектуальной. Духовные силы хотят вас ограничить. Типичный ответ в церкви звучит так. Пастор, даже не знаю, верю ли я в этом. Конечно, вы можете выбрать такой ответ, но, по всей видимости, отказываясь во что-то верить, вы отрицаете истину. А так быть не должно. Если вы откажетесь верить, истина не перестанет быть истиной. Намного лучше определить, укоренен ли ваш ответ в истине? Если Иисус в это верил, может быть, и нам следует делать то же самое. Есть мнение, что во времена Нового Завета люди больше говорили о духовном, потому что были не слишком умны и образованы, и потому верили в духовные вещи. Это будет верно, если вы решили назвать Иисуса ограниченным. Но я не считаю, что Иисус был ограниченным. Я верю, что Он пришел показать нам Отца, помочь нам вести победоносную жизнь. Иисус верил, что духовные силы оказывают на нас влияние. Некоторые говорят, «Я не люблю думать о негативных вещах». Я хочу говорить о хорошем Боге, который любит меня, хочет благословлять меня и давать мне благо. Я ценю это и хочу фокусироваться на хорошем. Думаю, вам поможет одна аналогия. Многие из нас — граждане США. Другие приехали или родились за рубежом. Вместе с гражданством США вы получаете определенные права и привилегии. Разве это не хорошо? Не все люди в мире имеют доступ к таким же правам и привилегиям, как вы. Как гражданин вы имеете уникальное преимущество. В наши дни не все принимают этот факт. Но эта идея во многом формировала нашу нацию на протяжении 225 лет. Если вы гражданин США, вы можете выбрать синий паспорт. Во время путешествия он дает вам права и привилегии при въезде в некоторые страны. Но на Земле есть люди, которые хотят вас уничтожить только за то, что вы гражданин США, и это правда. Я знаю, что это не политкорректно, и не очень люблю об этом говорить, но это факт. Вы ничего не делали этим людям. Ваш ребенок не обидел их ребенка на детской площадке, так что они решили свести счеты. Вы не обгоняли их на трассе, осыпав нехорошими словами. Они никогда вас не видели. Вы не были с ними в одном пространстве. Они хотят уничтожить вас только за то, кто вы есть. За то, что вы — часть определенной нации. Все точно так же, когда вы становитесь частью Царства Божьего. Вы становитесь частью Царства Божьего не потому, что присоединились к правильной Церкви. Выбрали правильное название или стиль поклонения. Участие в Царстве Божьем основано на личности Иисуса Христа из Назарета. Чтобы стать частью Царства, вам нужно поверить, что Иисус — Христос из Назарета, Мессия и помазанный Сын Бога. Но это не все. Вы выбираете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это личное решение в сфере власти в вашей жизни. Затем вы служите Ему как Царю. Библия говорит, что стоит вам принять такое решение, как с вами происходит нечто драматическое и сверхъестественное. Вы становитесь новым творением. Вы рождаетесь в Царство Божие со всеми привилегиями и правами, которые вы получите как гражданин Царства Божьего. Вся власть искупительного труда Иисуса станет для вас доступной. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, будет действовать в вас. Это затронет не только вечность, изменится все в вашей жизни. Но став частью Царства Божьего, вы получаете в наследство противника. Он противостоит целям Божьим на этой земле. Когда вы начнете преследовать цели Бога, Он противостанет и вам. Мне это не нравится. Я вас понимаю, мне это тоже не нравится, но это истина. Важно знать, что говорит стих в послании Колоссиным. Иисус отнял силы у начальств и властей. Он одержал над ними победу на кресте. Мы не остались на земле без силы и власти. Но нам нужно понять, что за власть дана нам во Иисусе. Девятая глава Марка. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижащит зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Этот мальчик немой, он не говорит. Наряду с этим он периодически страдает от оцепенения. Причина тому — духовное влияние, а не физиология. А значит ли это, что у любого человека оцепенение вызывается духовной активностью? Нет, Библия об этом не говорит. Она описывает этот конкретный случай. Библия не говорит, что вы сможете накормить любую толпу людей, стоит лишь найти маленькую рыбку и кусочек хлеба. «Было ли такое? Да, было, но не сказано, что так нужно делать каждый раз, когда вы голодны». В этом случае немой дух влиял на состояние мальчика. Ученики ничего не могли с этим сделать. Теперь Отец привлек внимание Иисуса. Иисус ответил, «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». «Кому выговаривает Иисус?» «Не думаю, что он говорит это отцу ребенка». Отец в отчаянии делает все, что может, чтобы помочь сыну. Он обратился к ученикам, теперь позвал Иисуса. Я думаю, что Иисус посмотрел на учеников и спросил, «Вы действительно настолько глупые?» Есть много примеров, когда Иисус говорит такие слова. «До вас, правда, так долго это доходит?» Каков же ответ? «Эй, да». Не думаю, что Иисус брал себе заторможенных учеников. Думаю, что Иисус призывал учеников осознать духовный аспект жизни, который выходил за рамки их опыта. Они никогда ничего подобного не видели. Им тяжело давалась эта наука. Снова и снова вы видите, как они пытаются понять, успеть осознать. Я понимаю, что Иисус могу не справиться, столкнувшись с чем-то впервые. Это осознание, которое приходит со временем, откровение, которое дает Бог. Нужно признать, что мы еще не сформировались, как люди веры. Нужно спокойно признать, что мы еще учимся. Бог формирует нас, и в каких-то обстоятельствах мы еще будем медлить. Но я не хочу на этом останавливаться. Хочу продолжать расти. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Давайте на пару минут сменим место действия и немного поговорим об исцелении. В пятой главе Луки Иисус разговаривает с человеком, у которого есть одна проблема. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Считая Евангелие от Луки, вы много раз заметите, что он писал с точки зрения врача-диагноста. Если бы я писал Евангелие, я бы, вероятно, написал, что Иисус встретился с прокаженным. Однако Лука написал, что к Иисусу пришел человек, покрытый проказой. Это неизлечимая кожная болезнь, которая означала, что человек будет отвергнут обществом. Такой человек не мог прийти ни на собрание в церковь, ни на рынок, ни в театр, ни в кино. Придя в общественное место, он должен был объявить о своей болезни, чтобы к нему нечаянно никто не прикоснулся. Прокаженные жили изолировано и буквально становились неприкасаемыми. Иисус встретился с таким человеком и написанным. Увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». Показательный диалог. Человек знал, что он изгнанник, упал на колени к ногам Иисуса и сказал, «Если хочешь, можешь меня очистить». Событие произошло по инициативе человека. Иисус не приходил к нему. Это не было завершение служения поклонения. Человек сам ворвался к нему. Но его никто не отверг, никто не прогнал. Порой нам кажется, что мы не приходим к Богу, а вторгаемся к Нему, и что это недопустимо. Но этот человек сказал, «Господи, если хочешь». Ответ Господа меня завораживает. Прежде чем Иисус что-то ответил, Лука продолжал наблюдать и делать пометки, как врач. Возможно, так и нужно было. Но прежде чем ответить, Иисус протянул руку и коснулся человека. К Нему никто не прикасался. Все его существование было ознаменовано тем, что к Нему никто не прикасался. Думаю, что протягивая руку и прикасаясь к человеку, Иисус смотрел ему в глаза. Когда Иисус протянул руку и коснулся человека, тот знал, что Иисус уже ответил. Он сказал, «Хочу, очистись». Но ответил на вопрос, который звучит уже две тысячи лет. Когда у вас возникает проблема, каков ваш главный вопрос? Бог, какова бы ни была твоя воля? Я верю, что воля Бога в том, чтобы вы были здоровы. Иисус мог бы посмотреть на человека и сказать, «Ты жил порочной жизнью». Я уверен, что в жизни этого мужчины были вещи, которые не чтили Бога, так же, как и в моей и в твоей жизни. Мы могли бы объяснить проказу неправильным поведением этого мужчины, но Иисус не сделал этого. Мужчина сказал, «Если хочешь, я могу быть здоров». Иисус ответил, «Хочу». Я верю. Бог желает, чтобы мы были здоровы. Но нужно признать, что мы не всегда в порядке. Ни я, ни вы. Но я также верю, что Иисус желает, чтобы вы жили в мире. Об этом сказано так, «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Он хочет, чтобы мы жили в мире. Должен признаться, что в моей жизни был, по меньшей мере, один день, когда я не был в мире. Если правильно помню, была ночь, когда я очень волновался. Но у Бога не только есть для меня самое лучшее. Он позаботился обо всем, чтобы я был в мире. Но я потерял это, и мне пришлось возвращаться к истокам мира. Я верю, что то же самое истинные по поводу здоровья. Это сложное обсуждение и упрощенные ответы не всегда помогают. А понимание базовых истин помогает. Люди спрашивают меня, «Вы верите в молитву или лекарства?» Да, абсолютно. Я верю, что у нас лучшая в мире система здравоохранения. Меня печалит, когда ее критикуют. Нам доступны лекарства, доступен уход и забота. Во многих местах мира этих вещей не существует. Медицина может стоить больше, чем нам бы хотелось. Нам приходится ждать дольше, чем хотелось бы. Но это просто вопрос получения. Мы благословенны, ребят. Но это не вопрос альтернатив. Вы верите в поход ко врачу? Абсолютно. Но перед тем, как пойти, я молюсь. А я молюсь перед тем, как пойти к механику с машиной? Мне кажется, мы путаем понятия. За пару семестров до окончания колледжа я полностью поменял направление своей жизни. Сферу занятости и сказал Господу, что буду Ему служить. Я был полон уверенности, свойственной всем молодым людям. Но я попал в аварию, в которой пострадала половина моего лица. Кости были раздроблены, и я не чувствовал половину лица. Меня отвезли в больницу. Врачи провели осмотр и решили сразу делать операцию. Я отказался. Я христианин и верю, что Бог меня исцелит. И выписался из больницы. Высокомерный, если вы ищете подходящее слово для этого. Я не хотел проводить выходные в общежитии, поэтому снял номер в отеле. Все выходные я проговорил с Господом. Я говорил, буду служить тебе, если ты исцелишь мое лицо. Если не исцелишь, не буду. Утром в понедельник я осознал, что не мне указывать Богу, как ему делать свою работу. Он мог действовать через хирурга или другим путем, это его дело. Моя задача была в том, чтобы быть смиренным и верным. Я позвонил врачу и очень скромно сказал, «Если я снова лягу в больницу, вы найдете для меня место в своем графике». Врач был добр и помог мне. Во время процедур мне максимально устранили структурные повреждения. Врач сказал, не знаю, вернутся ли к вам ощущения на лице. Это может занять месяцы. Но всего через несколько дней я все уже чувствовал, слава Богу. Я также с радостью оплатил медицинский счет. А что если я помолюсь за кого-то и ничего не произойдет? Что если... Я не говорю, что мы полностью исчерпали эту тему. Я молился за то, чтобы люди пришли ко Христу, сотни людей. Я вел их в исповедание веры. После того, как они молились и исповедовали, что Иисус стал Господом их жизни, я видел радикальные перемены. Я видел людей, которые годами страдали от зависимостей. Когда они исповедовали свою веру в Иисуса как Господа, зависимости исчезали в один момент. Я молился с другими людьми, которые молились такой же молитвой. И преображение происходило в их жизни очень постепенно. Оно занимало намного больше времени. Почему? Я не знаю. Но я не перестану молиться за то, чтобы люди последовали за Христом. Я молился с людьми и видел, как ответ на молитвы об исцелении приходил мгновенно. Молился с другими, и ответ, казалось, не приходил настолько быстро. Не знаю, почему. Мне пришлось примириться с этим не знаю. Это Бог, а не я. Но я не ухожу с этой арены. Несколько лет назад в церкви была семья. Очень неожиданно здоровье их дочери стало резко ухудшаться. За считанные недели и даже часы. Нормальная, здоровая девочка вдруг приобрела существенные проблемы со здоровьем. Это были проблемы с невралгией, мозгом. Девочка очень быстро теряла двигательные и когнитивные навыки. Мне позвонили, когда она уже лежала в палате интенсивной терапии. Я поехал в больницу. И когда приехал на место, большая команда врачей уже позвала семью на консилиум. Меня пригласили с ними. Врачи сказали, мы видим такие-то симптомы, мы провели такие-то тесты. Мы не знаем, в чем причина. И мы не знаем, как это остановится. Не знаем, выживет ли она. Когда они закончили свой отчет, все повернулись ко мне, поскольку я был пастором. Это был не самый приятный консилиум. Закончив свой рассказ, врачи ушли. Я сделал все, что мог, чтобы помочь этой семье. Побыл с ними еще немного и пошел на выход. Идя по фойе, я очень рассердился на Бога. Я сказал, мне не нравится приезжать в больницу и говорить, что я ничего не знаю. Если я буду представлять тебя, тогда тебе явно нужно появиться. Я хочу прийти во имя твое. Они слонятся вокруг, как деревенский дурачок. То смирение, которое было у меня раньше, испарилось. Я сел в лифт. Это был самый верхний этаж. В лифте я был один. На этажах лифт останавливался, и с каждой остановкой я раздражался все больше и больше. Но каждый раз, когда лифт останавливался, входил кто-нибудь в белом халате. Когда лифт доехал до первого этажа, он был полон. Я и сплошные белые халаты. Я прошел через фойе, вышел на парковку, и тут я сообразил, что одни из лучших в мире профессионалов с безупречным образованием, высоким интеллектом, искусными навыками и посвящением, только что сидели на консилиуме и говорили, я не знаю, как будто так и надо. Без стыда, без раздражения. Наш опыт ограничен, наше понимание ограничено. Здание было наводнено этими ребятами. Я благодарен за каждого из них. Я понял, что пытаюсь занять место выше всех этих профессионалов вокруг. Есть вещи, которых я, Господи, не знаю. Но это не мешает мне участвовать в его делах. Знаете, как профессионалы называют свою работу? Практика. Мы не до конца осознаем смысл этого слова, пока не испытаем на себе, особенно если речь об операции. Перед тем, как анестезиолог ведет вам наркоз, Врач снимет маску и скажет, «Хочу сказать, что никогда раньше этого не делал, но всегда хотел попрактиковаться». Ну все, я ухожу. «Да благословит вас Бог. Кто-нибудь заберите меня отсюда». А вот мы с вами практиканты в христианской вере. Мы не знаем всего, да? Но если у нас не будет намерения молиться и приглашать людей к Господу, маловероятно, что у нас будет хоть какой-то результат. Я верю, что в вашем стремлении молиться и приглашать людей к Господу открываются двери Божьих возможностей. Да, это так. Но дело не у нас. Мы привлекаем внимание не к себе. Это не наша сила и власть. Все происходит властью Иисуса и силой Его крови. Мы Его послы. Мы приглашаем людей познать Его силу. Его сила, действующая в нас. Больше сил, действующих против нас. Почему мы готовы пользоваться преимуществами всего того, что несет здоровье нашему телу, духу и душе, и игнорировать силу всемогущего Бога, которая может нам помочь? По крайней мере, это нелогично. Мы чувствуем себя немного униженными, обиженными, или нам неудобно. Но нет достойных причин уходить от Бога. Нужно быть практиками. Это осознание, которое приходит со временем. Это откровение, которое дает нам Бог. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Мы провели несколько недель, обсуждая тему жизни с осознанием духовного. Прежде чем ее закончить, хочу пригласить вас, точнее предложить вам не сдаваться. Я обнаружил кое-что в своей жизни. Следуя за Господом по его водительству, я очень часто делаю это, преодолевая страх, нежелание или какие-то препятствия. Всегда есть соблазн уйти в более безопасное или спокойное место. Хочу вдохновить вас. Возможно, вы устали, истощены и не видите ответа, который вам нужен, но не сдавайтесь. Бог верен, и вы можете Ему доверять. Хочу помолиться за вас. Отец, молюсь за каждого человека. Пусть, несмотря на условия, они будут ясно осознавать Твое приглашение, Твою помощь при любых препятствиях. Благодарю Тебя за победу во имя Иисуса. Благословения вам. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое, глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать.